Привет, друзья! Сегодня у нас с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. В продолжение темы того, что начался моббинг, психологическое давление на кинологическую службу в Кемеровском областном поисково-спасательном отряде, хочу сказать, что, ну я вам рассказывал уже, да, то, что мне сказали, при отсутствии полной амуниции, всего, всего, чего нужно для работы кинологической группы, да, мне сказали вывести свое личное, ну для того, чтобы личные вещи, личную амуницию, личные препараты, которые я из любви к животным, из любви к своей службе, как бы сказать, приобретал, да, из-за того, что увидел, что страдают там животные, там уши болят, препараты медицинские какие-то, лапу порезали, потому что это ничего не приобреталось абсолютно, как я не добивался, противоклещевые препараты и так далее, я был вынужден написать служебную записку о том, что пока, значит, решается вопрос с приобретением, то есть, ну, как бы защитить себя, то есть мне сказали вывести все это, чтобы осуществить на меня психологическое давление, и после этого я был вынужден, как бы, ну, более законным путем написать служебную записку о том, что прошу приобрести препараты такие-такие, амуницию такую-такую, такую-такую, список прилагается, а на время того, пока решается вопрос о приобретении, я прошу использовать свои личные препараты, личную амуницию и так далее, то есть, вот она, это служебная записка. Сверху стоит подпись «Козлов Виктор Александрович», это замдиректора по силам и средствам, и вверху написано «Согласовано Мизюрин». После вот этой подписи начальника ПСС, хорошего специалиста, хорошего человека, по моему личному мнению, субъективному мнению, я так думаю, я видел просто, что творится до этого, то есть он не подыгрывал, он действительно родил за работу, родил за службу, за поисково-спасательную службу, и вот после этого, и еще ряда стечения обстоятельств, когда он поддерживал именно спасателей и саму службу, видел, что губят вообще, конкретно губят поисковую службу, его вынудили уйти, вот, после этой бумажки. Ну и в продолжение темы, так сказать, у нас сейчас сезон поиска в тайге начинается, то есть уже стала продаваться черемша колба, соответственно, сейчас начнутся теряться люди. Собаки не обработаны против клещей, не обработаны. Я как ни просил, служебные записки писал, и в этой тоже, в частности, вот, в которой я вам сейчас показывал служебную записку, в ней тоже было написано о приобретении таких препаратов. Не приобретено. То есть как пойдут собаки в лес, я не знаю, я боюсь, что если я начну что-то говорить, что собаки не обработаны, мне предъявят это то, что я не слушаюсь приказа, и могут там написать какую-то, ну, такую заранее подготовленную бумагу о том, что я буду уволен там в связи с тем, что не выполнил очередной приказ. Хотя я еще раз повторю, что я рисковать жизнью животными, которых я натаскивал, а не рабочие собаки, не хотел бы. Поэтому я был вынужден приобрести на собственные средства, вот, препарат БАРС, да, сейчас обработаю собаку. Что делать? Агентство не заботится. То есть, я не знаю, как по поводу директора. Директор, наверное, не в курсе, что происходит здесь, но начальника отряда, Банна Михаила Петрович и Козлов Виктор Александрович, это человек, который замдиректора по силам и средствам, они, по моему мнению, находятся в каком-то сговоре, вообще непонятном. Им важно какие-то личные, вот, закошмарить людей, да, чтобы они... То есть, вот, как вот... Не дай бог ты скажешь что-то против вообще. Хотя то, что они думают, они не являются специалистом, ну, допустим, я вот в кинологии хочу сказать, да, вот, не думают об этом. Они думают о том, как получить какую-то личную выгоду, и чтобы все бегали по струночке и подчинялись им. Вик, не будешь, чтобы камеру опротимешь. Иди. Иди, иди, иди. Так что сегодня, 28 апреля 2017 года, я обрабатываю на собственные средства препаратом БАРС противоклещевым. Хотя там надо и подстилку обработать, и он уши у собаки трясет ушами, надо как минимум физраствор для того, чтобы почистить уши. Для того, чтобы всю эту шелуху грязь... Я не говорю уже о каких-то ватных дисках, о бинтах этого. Тоже ничего нету абсолютно. То есть я хожу, докладывая о том, что это нужно приобрести. И я же являюсь врагом номер один. Потому что, ну, с какой стати-то вообще, собственно говоря, да? Вот раньше я это приобретал на свои собственные средства. А сейчас мне, вот для того, чтобы насолить мне, лично мне, мне запретили личные вещи использовать, да? Я вообще, я не понимаю, как этот мир устроен. И как это устроено здесь у нас. Будем обрабатывать собак. Итак, давайте сейчас я вам напомню еще, как это делается. Продолжение следует...